Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Программа субсидирования ипотеки под 6% годовых для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, сегодня распространяется только на первичный рынок. Однако в некоторых российских регионах новое жилье практически не строится. Соответственно, программа льготной ипотеки вообще не работает. Профессия кондуктора может полностью исчезнуть в Перми уже в июле 2021 года. К этому времени городские власти планируют оснастить каждый автобус двумя валидаторами. Это электронное устройство, предназначенное для проверки проездных документов. Кроме того, планируется, что в 2024 году половина автобусов в Перми будет работать на газомоторном топливе. Нотариальные услуги в России предоставят без паспорта. Министерство юстиции разработало законопроект, позволяющий россиянам, которые передали свои биометрические данные в единую систему, получать нотариальные услуги без паспорта. В скором времени Госдума рассмотрит данную инициативу. Согласно новому законопроекту, будет увеличено число удаленных нотариальных операций. Кроме того, россиянам можно будет удостоверять сделку при участии двух и более нотариусов, которые при этом находятся в разных городах. Россияне назвали самые скучные профессии. Лидером в этом рейтинге стала работа охранника. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы «Суперджоб». На втором месте самых скучных профессий – бухгалтер. Далее идут продавец, сторож, уборщик, библиотекарь, вахтер. Среди прочих скучных профессий россияне называли архивариуса, водителя, грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста и оператора колл-центра. Новости коротко подготовил Андрей Фадеев.